Привет друзья! Хочу посоветовать вам канал GermansTV, на котором уже больше 100 тысяч подписчиков. Он посвящен обзорам товаров из Китая. Если вам интересно узнать, какие товары выгоднее всего приобрести в Китае и как это сделать, то рекомендую на него заглянуть и подписаться. Ссылка на канал будет в описании. А вы знаете, что существует технология очистки ржавчины лазером с металлических поверхностей. Лазерный луч мерцая бьет по металлу и вызывает температурные изменения в окислившемся железе. Такие, что ржавчина взрывается и отлетает от металла. Эта очистка крайне эффективна и даже используется в промышленных масштабах на заводах. В этом видео я собрал для вас самые интересные и популярные инструменты из Китая. А тех, кто досмотрит видео до конца, ждет конкурс. И приз будет разыгран уже завтра. Начинаем! Кит набор 108 в 1. Это самый полный отверточный кит набор на Алиэкспресс. В нем 100 разных бит с разными наконечниками разных размеров. Часто используемые биты продублированы, поэтому набора хватит надолго. Есть кресты, плоские, шестигранники, звездочки, треугольники, головки и еще куча разных других бит. Помимо этого в наборе есть намагничиватель. Сама отвертка, удлинитель для нее, гибкий вал, пинцет и набор для вскрытия телефонов без повреждений. Более полного набора я не встречал. Я купил его для того, чтобы использовать биты совместно со своей аккумуляторной отверткой и теперь смогу открутить любой замысловатый винтик. Цена на такую крутотень вполне приемлемая. Он стоит 1000 рублей. Литиевый аккумулятор. Я смотрел на ютубе множество разных видео о том, как переделать старый шуруповерт с кадмиевого аккумулятора на литиевый. И люди реально извращаются. Ставят платы защиты лития, вольтметры для измерения напряжения, парятся на тему того, что он просядет ниже 3 вольт. Да ну и фиг с этим. При просадке ниже 3 вольт на банку вы это почувствуете. Резко упадет мощность и шуруповерт перестанет крутить. Литий сам по себе живет 3-4 года и сегодня аккумуляторы стоят уже доступные деньги. Для модернизации старого шуруповерта нужен всего один авиамодельный аккумулятор на 1000 мА. Именно эти аккумуляторы обладают высокой токоотдачей и подходят для этих целей. Выбирайте трехбаночные аккумуляторы, если у вас 12 вольтовый шуруповерт и 4 банки, если у вас шуруповерт на 16 вольт. А заряжать литий можно двумя способами. Либо через специальную плату с ограничением тока, либо через многофункциональное зарядное устройство IMAX B6. Я себе уже именно так и сделал и радуюсь тому, что оживил старый шуруповерт. Хирургический зажим. Его удобство в том, что он длинный и мощный. Таким зажимом часто пользуются не только хирурги, но и рыбаки для извлечения крючков из рыбы. Лезть пальцами в пасть к щуке совсем плохая идея, а вот достать крючок таким зажимом будет значительно удобнее и безопаснее. Ступенчатые сверла. В этом наборе 3 сверла, которые позволяют сверлить отверстия диаметром от 2 до 32 миллиметров. В отличие от простых ступенчатых сверл, у этого набора канавка выполнена в виде спирали. Такой спиральный вырез отводит стружку от рабочей поверхности и не нужно будет регулярно чистить взбивающееся сверло. Если вы еще не купили себе подобный набор, то рекомендую приобретать именно со спиральными канавками. Сверло универсальное и очень удобное в работе. Складной строительный нож. Этот нож интересен своей универсальностью. У него два лезвия. С одной стороны сменное и острое, а с другой стороны лезвие обычного ножа, которое можно заточить. Оба лезвия складные и такой нож можно носить в кармане. Поэтому он подходит для выполнения грубых разрезов и точной тонкой работы. Токовые клещи. По сути это тот же самый мультиметр. Измеряет напряжение, есть прозвонка и так далее. Вот только ток он измеряет бесконтактным способом. Дело в том, что в клеще установлен датчик холла, который позволяет измерять силы тока пропустив провод между зажимами. Измеряет и переменный и постоянный ток. В более дешевых вариантах отсутствует датчик холла, поэтому они могут измерять только переменный ток. Клещи удобны тем, что не нужно делать разрыв провода. Достаточно просто накинуть клещи на кабель и вы сразу увидите, какой ток сейчас бежит по нему. Мультитул. Интересный вариант мультиинструмента. С одной стороны у него плоскогубцы с кусачками, а с другой небольшой разводной ключ для гаек. Еще есть складной нож со шпеньком для раскладывания одной рукой и отвертка с тремя разными битами. Вольтметры. Маленькие и очень дешевые индикаторные вольтметры. Они удобны тем, что питаются сразу от измеряемого напряжения. Работают от 4 до 30 вольт. Это конечно не мультиметр, но точность измерений высокая. 0,1-0,2 вольта. Их можно устанавливать в блоки питания, фонарики, на аккумуляторы, в радиоуправляемые игрушки и видеть текущее напряжение. При небольшой стоимости они используются уже как расходник. Таймер полива. Электронный таймер с шаровым краном. Для создания системы автоматического полива сады или огорода. Работает от двух мизинчиков батареек, которых по отзывам хватает на весь летний сезон. У таймера всего две крутилки. Первый устанавливается как часто поливать. Диапазон можно задавать от каждого часа до раза в неделю. А второй крутилкой задается длительность полива. От 1 минуты до 2 часов. В общем, если у вас плохая память и вы забываете поливать свой сад, то этот таймер легко возьмет на себя эту работу. Еще у продавца можно взять целый набор со шлангами, соединительными и форсунками. Аккумуляторная отвертка Deco. Очень бюджетная отвертка на литии от фирмы Deco. У отвертки складная рукоятка и ее можно держать как пистолетным способом и как отвертку. В комплекте есть гибкий вал, зарядка для аккумулятор и 10 разных бит. Аккумулятор имеет емкость 1300 миллиампер. Скорость вращения 210 оборотов в минуту и усилие на 4,5 ньютона на метр. А еще в ней две светодиодные подсветки. Первая подсветка для рабочей зоны, чтобы было видно, что крутишь. И есть еще мощный фонарик в рукоятке. Получается это целая отвертка фонарик. Китайский дремель. Многофункциональный инструмент. Это полная копия оригинального дремеля от фирмы Bosch. Отличить его от оригинала можно только по надписи на сайте производителя о том, что Celia MultiPro снята с производства. Но даже внутри он полностью идентичен оригиналу. Им можно выполнять множество работ, типа гравировки, шлифовки, резки, полировки, сверления, очистки плиточных швов. Такой инструмент находка для тех, кто любит что-то делать своими руками. Скорость регулируется от 10 до 37 тысяч оборотов в минуту. Не вибрирует, а значит хорошо сбалансирован. Мощность 130 ватт, а цена 25 долларов. Силиконовая лента. Это лента из жесткого силикона и предназначена для оперативного ремонта протечек труб и шлангов, в том числе и труб, находящихся под давлением. Душ, если у вас потек или батарея начала капать, тогда можно быстро замотать участок этой силиконовой лентой, и она остановит протечку. После затвердевания силикона образуется гибкое соединение. Еще можно использовать для гидроизоляции, обмотав электрические соединения. В общем, крутая универсальная штука для оперативного ремонта. Паяльная паста. Удивительная штука от фирмы Механик. На самом деле это флюс с мелкими шариками припоя для термовоздушной пайки, но еще его можно активировать обычной зажигалкой. Таким образом, эта паяльная паста позволяет ремонтировать электропроводку без паяльника в любом месте. Набор отверток 25 в 1. Очень бюджетный набор для ремонта телефона и планшета. Он стоит всего 4 доллара. Сразу продается в удобном кожаном чехле для ношения и хранения. В наборе 25 бит с разными наконечниками и размерами. Этот отверточный набор очень популярен. На него десятки тысяч заказов на Алиэкспресс. Строительный фен. Мощный 2 киловаттный фен. Для женщин он не подходит. Сушить волосы таким точно не стоит. Получите обугленную головенку. А вот сосиску сарделькой пожарить легко. Его достоинство в том, что есть электронная регулировка температуры до 650 градусов с шагом в 10 градусов. Подходит для сушки, спайки, склейки, сгиба, термоусадки и любой другой горячей работы. Насадка-горелка. Один из самых популярных инструментов последнего времени. Насадка позволяет сделать из газового баллона отличную горелку. Есть пьезоподжиг и не придется возиться с зажигалкой спичками. Температура пламени достигает 1300 градусов. Сверчок. Насадка на дрель для резки металла. Она зажимается в патрон дрели или шуруповерта и можно резать листы металла. Сталь режет до 1 миллиметра, а алюминий до 2. Можно легко изменять угол и направление, делая фигурные разрезы. Принцип ее работы аналогичен работе электромеханических ножниц. Использование этой насадки позволяет избежать деформации листа и получать ровные и красивые срезы. Тестер воды Xiaomi. Оригинальный тестер воды Xiaomi. Визуально невозможно определить, хорошую воду мы пьем или нет. Даже на вкус это сложно понять. С помощью этого тестера вы за секунду узнаете минерализацию воды и поймете, можно пить воду или от нее будут камни в почках. Еще позволяет узнать, когда пора менять фильтр очистки. Проверить качество бутилированной покупной воды. Питается от двух батареек таблеток LR44. Полезная штука, рекомендую приобрести каждому. Скальпель. Маленький, но крайне полезный инструмент. Если вы еще не купили себе такой, то советую раскошелиться на 2 доллара и получить его. Дело в том, что он очень острый и позволяет удобно и точно работать им как шариковой ручкой. Он значительно удобнее строительных канцелярских ножей для мелких работ. Лезвия сменные. В комплекте идут 5 запасных, но лучше взять еще десяточек, тогда их хватит надолго. Бесконтактный индикатор. Простой и очень полезный прибор. Позволяет быстро найти фазу в розетке. Определить, есть напряжение на проводе и можно ли с него зубами снимать изоляцию. Есть световая и звуковая индикация. При цене в полтора доллара смело берите второй индикатор в подарок. Лазерный нивелир. Еще один интересный нивелир. Работает от сети или от трех пальчиковых батареек. Поворотный и самовыравнивающийся. Проецирует на стены 5 линий. 4 вертикальных и одну горизонтальную. И 6 точек. 5 в центре линий и одну снизу. Поставляется в кейсе для хранения и переноски. Этот прибор необходим для строительства ровных вертикальных стен и ровных горизонтальных полов. Даже обои поможет ровно наклеить и позволит перестать возиться с веревочкой и грузиком, вымеряя плоскости. В комплекте идут очки-светофильтры, чтобы лазер лучше видеть. Точилка для ножей. Ручной точильный станок. Это простая приспособа, сделанная из стали, поэтому прослужит вам долгие-долгие годы. С ее помощью можно заточить ножи до зеркальной поверхности. Дело в том, что угол заточки выставляется заранее и не меняется. Поэтому даже имея кривые дрожащие руки, невозможно испортить заточку. В комплекте со станком идут три камня разной зернистости. Для правки заточки, доводки и полировки. Этот станок многократно одобрен профессионалами и пригоден для заточки твердых марок стали. Лазерный дальномер. Очень крутая лазерная рулетка. Дальномер позволяет мгновенно измерить расстояние вплоть до 100 метров с огромной точностью. Я купил себе модели, которые измеряют на 40 и 60 метров. По моим тестам их точность составляет 1-2 сантиметра. Достаточно их приложить к стене, нажать кнопочку и вы сразу увидите результат. Помимо длины в дальномер встроен калькулятор, который позволяет измерять площадь, объем и высоту по диагонали. Я легко измерял им расстояние до соседнего дома в яркий солнечный день. В общем, крутая и полезная современная штука. Уже вовсю ими пользуюсь. Но с одним придется расстаться. Подарю его отцу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ссылки на все товары вы найдете в описании к видео. А теперь конкурс. И призом будет абсолютно любой товар из Китая на 1000 рублей. Чтобы принять участие, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео и написать в комментарии, какой товар вам понравился больше всего. Если вы часто совершаете покупки на Алиэкспресс, то не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом EPN. Я работаю с ним уже более двух лет и возвращаю с каждой своей покупки минимум 7%. Деньги мне возвращает сам Алиэкспресс, но делает это не напрямую, а через посредника EPN. Ссылка на скидку и видео о том, как пользоваться кэшбэком будет в описании. Еще в плагине EPN недавно появилась новая функция. Динамика цен. Она позволяет увидеть, какая цена была раньше на этот товар и понять, дурит вас продавец или нет. А я прощаюсь. Пока-пока.